Вы считаете, что новогодние праздники и технологии несовместимы? А мы ни на йоту не сомневались, что такое может быть, особенно когда увидели это. Да, это бетономешалка с восхитительной праздничной иллюминацией. Новость об этом грузовичке появилась на официальном сайте журнала «Популярная механика». В ней рассказывается о том, что сотрудники компании «Озинга», крупного поставщика строительных авто в США, разработали высокотехнологичную новогоднюю бетономешалку «Мэри Миксер». А суть в следующем. На борту машины находятся 32 тысячи новогодних огоньков. Эти диоды синхронизированы с 11 песнями, играющими на протяжении примерно 40 минут. Сам грузовик оборудован четырьмя внешними динамиками, которыми управляют с водительского кресла. Отмечается, что работает «Мэри Миксер» на сжатом природном газе, а световое шоу питается от трех батарей с использованием инвертора на 3000 ватт. Ты сам понял, что сказал? Бетономешалка проехала уже более 3200 километров и посетила три американских штата, что весьма немало для авто, недавно сошедшего с конвейера. Так что за строителей в этом году беспокоиться не стоит. У них будет вполне веселый праздник. Возможно, даже веселее, чем у представителей других профессий. С такой-то бетономешалкой не грех и 2019 год встретить. Редактор субтитров А.Семкин Как, по вашему мнению, выглядит елка стоимостью в 168 миллионов российских рублей? Может быть, вот так? Или так? А что насчет вот этой елки? Да, она и правда столько стоит. И сделали ее работники одного из банков в Екатеринбурге. История начинается с конкурса самых оригинальных офисных елок, который проводят сотрудники издания Е1 Екатеринбург Онлайн. Как сообщается на сайте, такая елка просто поразила жюри. Стоимость дерева в валюте 1 миллион 200 тысяч долларов и 1 миллион 100 тысяч евро. Издание, конечно, связалось с банком и сотрудница подтвердила, что все деньги настоящие. На сайте опубликован этот разговор. А вы думаете, в банке могут быть фальшивые деньги? Конечно, настоящие. А что вас что-то смущает? А где она стоит? Во внутреннем кабинете, сами понимаете, такая сумма – это внутреннее украшение. Это деньги банка? Я думаю, что да. Мы же занимаемся обменом валюты. Это деньги для этих операций. А у вас начальство вообще в курсе, что у вас такая елка стоит? Безусловно. Это оттуда все и идет. Эстетическая часть такой елки явно хромает, но ее стоимость не может не поразить. Ясно. Отлично. Так что если вы работник банка и хотите удивить общественность, это самый действенный способ. Всем фанатам «Хищника» посвящается... Новость появилась на сайте «Медуза» под названием «Северные олени, Санта и эльфы воюют с хищником» в жестком рождественском мультфильме. В ней повествуется о том, что киностудия «Двадцатый век Фокс» выпустила карткометражный мультфильм про хищника, жестко расправляющегося с оленями Санта-Клауса. Звери пытаются отстреливаться из пулеметов и автоматов, но у них ничего не выходит. Инопланетянин оказывается хитрее и быстрее. Но в конце концов сказочные герои берут верх над пришельцем, и олень Санта убивает злодея из огнестрельного оружия. В конце ролика появляются и другие хищники, которые скрытно наблюдали за этим сражением. Они решают помириться с оленями Санта и вручают им корзину с пасхальными яйцами, одно из которых подозрительно напоминает яйцо другого киномонстра – чужого. В конечном счете один из эльфов вспоминает обиду, причиненную хищником в начале короткометражки, и расправляется с остальными. Заканчивается ролик тем, что одно из яиц раскрывается, и Санта не сдержанно выругивается нехорошими словами. Очень жестоко и очень по-новогоднему настоящие фанаты франшизы о хищнике точно оценят. А на этом все. С вами был новогодний выпуск Перископа. В новом 2019 году смотрите только интересные видео и радуйте ими близких и родных. Субтитры подогнал «Симон»!